Место, время и само действие, его содержание. И, конечно, действующие лица. А если событие – это фестиваль, который происходит в одном и том же месте и в одно и то же время, то самыми главными, волнующими, становятся именно действующие лица. Мы живем в мире удивительных, неожиданных связей, будто бы случайных, но в действительности совершенно закономерных. Конечно, случайно, когда-то рядом с музеем изящных искусств поселилось семейство художника Леонида Пастернака. Но какие удивительные, невероятные связи возникли между его сыном, внуком и теми людьми, которые много лет спустя наполнили этот музей новой, необыкновенной жизнью. Также не случайно старый Цветаевский музей стал пристанищем для спорной, скандальной выставки рисунков Пикассо. А до него – для целой серии фантастических московских премьер, вроде этой Камилы Клода Мане. Не случайно, потому что того требовала музыка. Великая музыка и великие музыканты. С самых первых декабрьских вечеров начался этот не очень серьезный спор. Кто сказал «а»? Кто был инициатором? Кто придумал этот фестиваль? Святослав Рихтер или Ирина Антонова? Это в нашем сознании живописи музыка существуют отдельно, сами по себе. Но ведь они части одного целого. Вернее, они могут стать и становятся одним целым. С озвучием каждый декабрь. Вот уже четверть века. В начале июня 1981 года в городе Тур во Франции встретились знаменитый музыкант Святослав Рихтер и директор знаменитого музея изобразительных искусств Ирина Антонова. Встретились они в старинном амбаре «Гранж-де-Миле», где уже в 16-й раз проходил фестиваль классической музыки, организованный Святославом Рихтером. Тогда я задала Святославу Теофиловичу вопрос, собственно говоря, ну почему это проходит в Туре? Почему такого фестиваля нет в России? И он несколько так, даже под детской удивленность, сказал, ну а где же там? Ну, я ему сказала, ну, например, в музее Пушкина. Он улыбнулся и сказал, да, почему-то нет. Это была идея, Геннадзе, чтобы вот делать что-то такое, один раз в год. И вот мне кажется, что для Москвы это как раз и красиво делать это в декабре, это такой зимний месяц московский. А потом само название, по-моему, очень красивое. Декабрьские вечера в музее имени Пушкина. Это звучит очень красиво. И дело не в том, что красиво звучит, а в том, чтобы это действительно получилось. И тут Ирина Александровна была идеальный соучастник, исполнитель этой интересной идеи. Через несколько месяцев, через полгода, первый фестиваль в декабре 81-го года был устроен в нашем музее. Ну, наверное, мы тогда еще не рассчитывали на очень долгую жизнь такого фестиваля, потому что это в большой мере тогда зависело от Риттера, от его человека, который выступал по всему миру с концертами, очень занятой музыкант, очень востребованный. Но, тем не менее, так случилось. Случилось, что идея соединения разных искусств оказалась очень плодотворной и интересной и зрителям, и самим создателям. Хотя подумайте, когда затевалось все это. 25 лет назад не просто цифра. Это начало 80-х. Совсем непростое время и для мира, и для нашей страны. И, тем не менее, на декабрьские вечера поехали и музыканты, и музеи со всего мира. Я скажу откровенно, мы даже никого особенно не спрашивали. Мы рассматривали это тогда как какое-то все-таки, ну, вот, внутренняя жизнь музея, наша работа. Дело в том, что в нашем музее было много концертов, и до того их устраивали очень охотно у нас. Нас любит Московский музей. Прямой родитель этого музея, Иван Владимирович Цветаев, был совершенно не музыкальный человек. Его дочь, поэт Марина Цветаева, писала, что папа мог напеть только один мотивчик из какой-то оперы Верди, да и тот не сильно верный. А вот его жена, Мария Александровна, напротив, была очень музыкальной и блестяще играл на фортепиано. Так что музей рождался под музыку. А если еще вспомнить соседей Пастернаков, страстных поклонников музыки, то неудивительно, что музыка стала так же естественной для этого музея, как и картины, и статуи. Но ведь это же все как-то не случайно, это все живет в воздухе. И вот очевидно, какой-то ген музыкальности. И ведь сам Святослав Теофилович, он первый концерт дал в 49-м году. Тогда вместе, совместно с Ниной Львовной Терляк, с его супругой, он потом играл, ну, играл в разные годы, но с 74-го года до 81-го, до начала декабрьских вечеров, он играл каждый год, а иногда и по несколько раз в год. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Декабрьские вечера были встречены с очень большим таким воодушевлением, я бы сказала, во всяком случае, и прежде всего в среде интеллигенции. Я думаю, что недаром появилось даже какое-то количество таких публикаций, за которыми мне и Святославу Теофиловичу слышалось такое некоторое глухое раздражение, что это элитарное мероприятие, что оно для немногих. Ну, тогда я даже тоже там написала одну статью, где я говорила, что что значит элитарное? Оно очень высокое по духу, но ведь играют у нас Чайковского, Моцарта, Бетховена, Баха, Рахманинова. Это не элитарные композиторы, это композиторы для всего мира, но мест у нас мало действительно, это камерные концерты. КОНЕЦ 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 Декабрьские вечера телевидение не обходило своим вниманием. О первых фестивалях были сделаны фильмы. Потом, правда, в 90-х годах съемки стали редки, в основном для новостей, не больше, да и из старых съемок очень многое пропало. Несколько рулонов нам удалось найти случайно, и нам эти кадры показались очень интересными. Это декабрьские вечера 1991 года. КОНЕЦ С обниманием? С обниманием. И как я играл, они должны сказать, вы должны сказать, а я не могу сам сказать. Мне было слишком плохо. Вы чудно играли. Спасибо, ты тоже. Спасибо. Это большое счастье вернуться сюда и увидеть старых друзей. И, может быть, даже в этом есть какой-то смысл жизни, что есть, в каждой жизни есть циклы, которые повторяются, и каждый раз это видишь по-другому. Это невероятное удовлетворение приносит мне. Это невероятное удовлетворение приносит мне. Это невероятное удовлетворение приносит мне. А вот еще одна абсолютно уникальная съемка. Это 4 декабря 1988 года. Святослав Рихтер играет вместе с квартетом имени Бородина. К этому времени бородинцы, как их обычно называют, выступали на каждом фестивале, а их дружбе и совместным выступлением с Рихтером исполнилось уже 38 лет. Мы играли Святослав Теоргиевичем в квинтет Франко. И лопнула струна у первого скрипача нашего во время исполнения третьей части. А знаете, какая здесь лестница вот эта вот громадная? Наши все инструменты и футляры, в которых лежали запасные струны, где внизу? Да, нужно спуститься по этой лестнице, одеть новую струну, настроить инструмент, и потом подняться. Нужно было очень много времени. И мы чудно провели время на эстраде. Вот у нас было, знаете, просто мы по Станиславскому. У нас было публичное одиночество, в буквальном смысле слова. В публике кого-то бы не было. Мы общались, мы разговаривали. Святослав Теоргиевичем. И он почему-то был очень доволен этой ситуацией. И потом сказал, начнем квинтет сначала, знаете, в первой части. И знаете, получилось очень здорово. Гораздо лучше, чем было в первый раз. И потом Слава сказал, вот видите как, хорошо, что у вас лопнула струна. Мы гораздо лучше сыграли в первый раз. Ко времени начала декабрьских вечеров Святослав Рихтер был уже лауреатом Ленинской премии, народным артистом, героем соцтруда, почетным доктором Страсбургского университета. Он гастролировал по всему миру. О его славе и весе говорит хотя бы один такой эпизод. Рихтер с командой молодых музыкантов собирался ехать на гастроли за границу. А артиста Юрия Башмета не выпускали, не хотели выпускать. Тогда Рихтер сказал, раз так, то и я не поеду. И даже не буду играть в консерватории два года. И Башмета выпустили. Значит, я поехал, ничего об этом не зная, и впоследствии мне Нина Львовна это рассказала. Она этим всем занималась. Каждый, кто с ним общался, наверняка может вспомнить о том, что принадлежит только ему. Я вспоминаю один случай, когда он играл в самом туре в оперном театре. Он играл в трансцендентные тюды Виста. Невероятно трудный. И очень перед этим волновался. И он совершенно блестяще сыграл. Невероятный успех. Он вышел из театра. Он снял ботинок. Бросил его. И пошел так, одной ногой по тротуару, другой по мостовой. Вот так он шел, понимаете? Он был переполнен вот этим ощущением победы, которую он одержал. И это было совершенно фантастично. В общем, публика немножко шарахалась. Мы шли сзади. Кто-то подхватил его этот ботинок. Помню Полинг, это предместе Мюнхе. Там замечательная церковь, в которой мы давали концерт. Я начал нервничать, поскольку уже скоро надо выходить на сцену. А мы даже с ним не проверили акустику. Я говорю, ну может быть, мы все-таки проиграем что-нибудь. Он говорит, ну зачем? Ведь мы уже столько играли. Я говорю, ну может быть, зал проверим акустику. Он говорит, ну, мы же ее не изменим. Ну, я говорю, ну вам рояль не нужно попробовать? Ну, хоть одну ноту. Он говорит, нет. И остался в артистической. Я говорю, ну я выйду просто вот. Ну, хоть несколько нот издал. Я стою на сцене и разыгрываюсь. Появляется Рихтер за мной спиной, обходит меня. И, проходя мимо рояля, так не останавливаясь, делая так. Одну ноту. И выходит. Я говорю, в чем дело? Ну, вы же сказали хоть одну ноту. Он же играл в любом месте, на любом инструменте. И когда совершил поездку по Сибири, совершенно героическую, в каких-то местах, где вообще не слышали никогда инструмента, с ним ездил замечательный настройщик, вернее, мастер фортефиано Артамонов, и приводил в порядок разбитые какие-то пианино, на которых он играл. И как-то я пришла и говорю, ну как, а я репетировал всегда в музыкальной школе, где тоже какие-то разбитые инструменты, пианино. Я говорю, как же вы могли вас играть на таком инструменте? Он говорит, а я в районе ничего не понимаю. Когда записывают, так я остановлюсь тоже сразу этим микрофлором. Ну, хорошо это было. А ты, Мася, нехорошо было. Ну, ладно. Начну цепи, струи, эфир, шуми, бежи, канал, движи. ПЕСНЯ Те, кто Рихтера не знал, считали его замкнутым, неприступным. Те, кто знал, заряжались его жизнерадостностью, энергией и особым рихтеровским отношением к жизни и творчеству. ПЕСНЯ Значит так, всё, что он делал, он делал очень серьёзно. Он и веселился серьёзно. Например, по-моему, я получил однажды открытку. Дорогой Валя и Зоя, это моя жена. Мы устраиваем прослушивание опер Вагнера, кольцо Невелунгов, четырёх опер. Такое-такое-то число указано. Если в один из этих дней вы прийти не сможете, просим себя не утруждать вообще. Вот в этом Рихтер. Рихтер. С первых же лет этот фестиваль имел Орёл легендарный. Конечно же, связанный с именем Святослава Рихтера, но не только. Потому что и изумительное помещение, где действительно невероятно приятно играть. И публика, которая... Ну, действительно здесь особенная публика. Но, мне кажется, самое главное, что особенно заметно именно русскому слушателю, живущему в России, это то, что это редчайший феномен, который не изменился, его значение не потускнело, не изменилось из-за тех огромных изменений, которые произошли в стране. Все музыканты, выступающие на декабрьских вечерах, как один, говорят об особой атмосфере этого фестиваля. А ещё одна грань созвучия, в которой главную партию исполняют зрители. Говорят, что чужд, подобных тем, что испытывают здесь, не испытывают больше нигде. Ну, думаю, бессмысленно говорить о том, какая для меня честь здесь играть. Но нельзя не сказать, какая-то огромная радость. И я вот помню ощущения и пять лет назад, и сейчас, как здесь по-особому играется. Аудитория декабрьских вечеров, она формировалась постепенно. Это не одни и те же люди, но это круг определённых людей, которые обладают не только даром видения, иначе бы они не приходили в музей, но и даром слышания. Целая группа вокалистов, которые приходят, как правило, всегда, когда у нас выступают вокалисты. Тем более, что очень многие из них, ну, во-первых, очень высокого класса, а во-вторых, они не так часто бывают в России. И некоторые из них бывают только у нас. Например, в этом году Бострич, этот знаменитый английский тенор, он у нас исполнял Шубарта. Это поразительное явление в музыке. Человек, который поёт Шубарта, но поёт его действительно даже не так, как его пели в 20-м, а как его, очевидно, будут петь в 21-м веке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня были на декабрьских вечерах у Антонова, слушали Рихтера. Записала в своём дневнике Анна Алексеевна Капица. Они часто приходили сюда. Они дружили с Рихтером, рассказывают даже такой забавный эпизод из их общения. Однажды на даче нарушил наше уютное чайпитие телефонный звонок. Святослав Рихтер просил разрешения заехать на пять минут. При его появлении на нас обрушилась такая буря воспоминаний, такой вихрь из карнавалов, карнавальных костюмов, красавиц, что когда Рихтер действительно очень скоро распрощался, и наступила тишина, Анна Алексеевна вдруг сказала, ну и фонтан, ну и фейерверк. Пётр Леонидович всегда очень любил театр, но в те времена особенно дружил с Юрием Любимовым, главой театра на Таганке. Где-то перед восьмидесятыми годами Капица всё предлагал ему поставить бурю Шекспира. Потом Любимов говорил, я намеревался поставить бурю, и уже знал, как это сделать, и даже рассказал ему ход. Но буря так и осталась в замыслах. Любимов тогда переживал нелёгкое время, был на грани изгнания из страны. Именно тогда он сыграл Мольера в телевизионном спектакле, который поставил Анатолий Эфрос. Он сыграл сам того не зная и себя, и Эфроса. Обе судьбы в одном лице. Рихтер в какой-то момент сказал, что он очень хотел бы, чтобы у нас была поставлена буря Шекспира с музыкой Пёрсова. Конечно, очень было трудно найти исполнителей, но самое трудное было найти режиссёра. На это действовало всё. И в конце концов, Вильгер остановился на Эфросе. В 1983 году Анатолий Эфрос был знаменитым, востребованным театральным режиссёром. И при этом вечно опальным. Он уже поработал и в Центральном детском театре, и в Ленкоме, и в театре на Малой Бронной. Его спектакли гремели на всю Москву, и сразу становились классикой режиссуры. Но в 1983 году он был вынужден уйти из театра на Малой Бронной, уйти в театр на Таганке. Да, Эфрос согласился прийти на место Юрия Любимова, которого только что выгнали из страны. За этим не было и не могло быть дурных намерений. Эфрос шёл на выручку, а пришёл как враг. И начиналась страшная, непримиримая война. Но Эфрос, должно быть, уже предчувствовал, что ожидает его. Мне предстояло поговорить с ним и пригласить. Но он просто замер у телефона. Когда я с ним говорила, он некоторое время помолчал и сказал, что какое удивительное и замечательное предложение. И он был бы счастлив, но что он с уважением относится ко мне, но всё-таки он бы хотел, чтобы впрямую это предложение ему сделал сам Святослав Теофилович. Я говорю, вы мне не верите? Он говорит, нет-нет, я вам, конечно, верю, но я должен получить это подтверждение. Ну, я договорилась с Святославом Теофиловичем, и мы вместе пришли сюда, вот в этот дом. У нас состоялся разговор, и Фрос совершенно сиял от, так сказать, от вдохновения. Ну, и тут же приступил к работе. Шекспир, тёсов! Шекспир, тёсов! Буря! 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 Режиссура Эфорса, она была великая и простая очень. Когда я поняла, что он делает из шекспировской бури, я даже подумала, удивительно, как до этого никто не догадался, чтобы это было так просто. Но Анатолий Васильевич Эфорс, как всегда, в силу своего какого-то уникального взгляда на классическое искусство и желание что-то очень сильно поменять и иногда даже разрушить, он пригласил сына шнитки, как они тогда говорили, маленького шнитка, у которого была небольшая группа. Вот они разместили здесь свою аппаратуру, и эту музыку Персла играли в совершенно современном роковом стиле. Но было такое количество децибел, что прибежали смотрители, и, значит, в ужасе попытались это остановить, потому что они говорили, что в греческом зале лопаются амфоры. Это вызвало просто восторг у Эфорса. А я попала в этот проект, потому что Анатолий Васильевич долго не мог понять, кого мне вообще играть в шекспировской буре. И тогда я сама ему предложила, сказала, давайте я с Ариэли сыграю, ведь нету, у духа нету пола. Приветствую тебя, мой повелитель, готов я сделать все, что ты прикажешь. Плыть по волнам, или ринуться в огонь, или на кудрявом облаке помчаться. Вели, и все исполнит Ариэль. И так потянулось одно за другим, и некому было читать проспоро. Я говорю, давайте я еще не за проспоро почитаю. Это была такая, я бы сказала, хулиганская репетиция, которая в результате выросла вот в такой проект человека, играющего две роли. Хотя я не претендовала на эти лавры, но просто с Эфросом всегда было очень легко решаться на какие-то, скажем, шаги, на которых в серьезном академическом театре ты никогда бы не решился, потому что это, конечно, шаги с претензией. Скорее, дух, близка твоя свобода. Мой путь займет лишь два биения. Путь. И исполнял Ариэля, пел его, Эрик Ронгалиев. Его привел Савислав Теофилович. И он был известным очень в то время певцом. Я с тех пор ни разу не слышала, чтобы так великолепно исполняли Арию и Ариэля. Просто было впечатление, что ангел поет. Да, или сам Ариэль, или ангел. Голос божественный, конечно, божественный. И вот в этом зале, Надо сказать, что сидела просто избранная публика. Первые ряды это были послы всех стран, ужасно важные, такие как бы в парадном виде, все black tie. А дальше уже вот за этими колоннами стояли театроведы, искусствоведы, музыковеды. Все веды стояли там, потому что, конечно, никто из муфисих людей не хотел пропускать эти вечера. Это только кажется, что жизнь состоит из случайностей. Нет, все очень закономерно. Эфрос поставил бурю Шекспира в самый переломный момент своей судьбы. А ведь буря – это завещание великого барда. Шекспир все и вся примирил в финале этой пьесы. Может быть, Эфрос мечтал о подобном примирении в своей жизни? Примирение не получилось. И тем ценнее этот декабрьский вечер 83-го года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первый раз я здесь играла через 13-14 лет после того, как я покинула Москву и поселилась в городе Вене. Это было мое первое возвращение в Москву по приглашению Святослава Теофиловича. И я вот решила, поскольку это в том году, так сказать, в идее, в программе, в фестивале был композитор Брамса, я играла три фортепианы и сонаты Брамса. Это такая настоящая программа «Монстр». И я не думаю, что если бы программа была поменьше, то я меньше бы волновалась. Я действительно просто была зеленая от волнения. Вот. Уже очень большая была ответственность. И вообще все. Все воспоминания и так далее. Я покинула Москву в конце 78-го года. И еще до того, как я уехала, мы со Святославом Теофиловичем пригласили участвовать в одной его программе, которая была здесь тоже, в другом зале этого музея. Мы играли антанты Шумана для двух фортепиано. Вот. И я помню, мне запомнилось, ужасно скрипела педаль. Все сочинение. Вот. И, конечно, страшное волнение было тогда. Ощущение этого гиганта рядом со мной, ощущение, в общем, собственной ничтожности при всех стараниях моих быть лучше. Это, конечно, чувство очень сильное. Субтитры создавал DimaTorzok 25 декабря 83-го года на декабрьских вечерах образы Англии давали отрывок из бури Шекспира. В переполненном зале сидели двое – мужчины и женщины. К этому времени они были вместе уже больше десяти лет. Говорят, их дуэт начался очень просто. Наталья Гутман подошла к студенту Олегу Кагана и спросила, а не сыграть ли нам двойной концерт Брамса? И они сыграли его, потом еще раз. И так 20 лет. 20 счастливых лет. Из всей рифтеровской дружины Олег Каган с рифтером начал играть первым. А на декабрьских вечерах он появился тоже первым на самом первом фестивале. А этот концерт уже 88-го года. Концерт трех молодых людей, которых рифтер называл «Мои музыкальные дети». Олег Каган, Наталья Гутман и Юрий Башмед. Олег Каган был очень знаменит и у нас, и за рубежом. Он играл с оркестром под управлением Давида Остраха, побеждал на международных конкурсах. Ему посвящали свои сочинения Шнитке, Губайдулина, Денисов. И вот, друзья, человек о земле, как его называли, играет в честь него, в честь и в память. Из знаменитого трио остались двое. Наталья Гутман и Юрий Башмед. Олег Каган – замечательный скрипач, замечательный человек, редкий человек, который действительно все любили. И друзья, и зрители, и коллеги. Олег Каган умер очень рано, в 43 года. Больше 15 лет назад. Друзья называли Олега Каганом Моцартом. И за особое звучание скрипки, и за любовь к этому композитору. И у Олега Кагана была мечта сыграть концертины Моцарта. Но все как-то не складывалось. Одно, другое, потом болезнь. Уже врачи оставили надежду. А он продолжал выступать до самой смерти. И в свой последний концерт, уже без сил, на каком-то внутреннем горении, он сыграл за три дня до смерти. Сыграл концертина Моцарта. Сыграл концертина Моцарта. Великий Покровский появился на декабрьских вечерах в 83-м. Уже тогда он покорил все мыслимые высоты оперного небосклона. Отработав в Большом театре, создал свой, камерный. Получил все возможные ордена и премии, даже четыре сталинских. Позвал Покровского сам Рихтер, чтобы поставить оперы Бриттона. Рихтер очень любил Бонжамина Бриттона. И много лет дружил с ним. И вполне естественно, что на такую постановку он пригласил лучшего оперного, даже не режиссера, мага, жреца оперы Бориса Покровского. Рихтера так увлекла идея постановки оперы, что он бывал почти на всех репетициях и принимал живейшее участие во всем. Когда я добивался от того или иного артиста какой-то интонации для выразительности той и иной музыкальной фразы, он включался в нашу работу и, подходя к рояле, играл эту музыкальную тему, и эта интонация проявлялась. И мне казалось, что он не только пригодился, но был бы большой ценностью в искусстве театра, в искусстве оперы, в том искусстве, где музыка решает то, что не может решить события, действия и зримые образы. Но я говорю о своем личном ощущении о музыканте, который был не только музыкант. Я говорю о музыканте, который был мне близок еще и потому, что он обязательно любил и обязательно владел искусством театра в самом глубоком, в самом непостижимо возвышенном и одохотворенном плане, каким является опера. Что тут стряслось? Что тут стряслось? Что тут стряслось? Ты не скрипался, все же не ты, в городе из каждого собака сходил. Эти постановки опер Бриттона знамениты не только своим режиссером, но и своим художником. Борис Массерер просто не мог не войти в команду декабрьских вечеров, ведь он был, пожалуй, самым ищущим, самым смелым театральным художником своего времени. К началу 80-х он оформил бесчисленное количество спектаклей по всей стране, но главным образом прославился работами в Большом театре и в Современнике. А его декорации Кармен Цюитти, которая перевернула представление о балете, изменили представление и о декорациях. И вот, до декабрьских вечеров 83-го года готовили оперу Бенджамина Бриттона Альберт Херринг. Все было прекрасно, кроме декораций. Ситуацию надо было спасать, и Антонова позвала Миссерера. Я был приглашен в боль очень поздно, но я придумал мгновенно некую декорацию к этой опере, я показал ее, Святослав Теофилович был очень доволен. Я немножко все время как бы улыбался, потому что меня не оставляло это чувство восторга и преклонения перед этим человеком. И всякое его мнение было невероятно ценно. И произошел очень смешной случай, когда в какой-то момент, буквально за день до премьеры, Святослав Теофилович опять очень озабоченный, сам встречает меня и говорит, «Боря, как дела?» Я, улыбаясь, говорю, что дело плохо, Святослав Теофилович. Он говорит, «Боря, а почему вы говорите это с улыбкой? У вас что, такой хороший характер?» Святослав Теофилович, дело в том, что я театральный человек, много в театре работал, я привык проваливаться. Вам это чувство незнакомо. И вдруг он говорит, «Это я не провалил?» «Да что вы!» И он с упоением стал рассказывать про свои неудачи. Естественно, я улыбался, потому что я понимал, какая мера самокритики за этим стоит, какое все равно очарование личности какое. «Боря, как дела?» «Боря, как дела?» 2 июня 1960 года Рихтер играл на похоронах Бориса Пастернака в Переделкине. Играл четыре часа подряд. Он очень хорошо знал Пастернака и любил его. Это чувство было взаимное. И тогда 2 июня он сидел, не вытирая слез, скатившись по лицу, и играл, играл, не позволяя никому сменить его у рояля. Он играл без перерыва даже между произведениями. Его музыка была как плач. Прошло 30 лет. 90-й год был объявлен годом Пастернака в связи с его столетиями. И выставку декабрьских вечеров 89-го года Елена Александровна Антонова решила посвятить теме «Мир Пастернак». И вспомнились те драматичные, дикие события 58-го года, когда Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе. Пастернак послал тогда телеграмму в Нобелевский комитет. Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен. Что тут началось? Подсобрание, письма в газеты, демонстрации студентов, откровенная травля, все ополчились на Пастернака. И ровно через неделю, 29 октября, он отправил в Стокгольм другую телеграмму. «Не примите за оскорбление мой добровольный отказ». Увы, никто не заметил этой жертвы. Ни коллеги-писатели, ни публика. Был скандал. Прошел, все забыли. Осталось только одно. Теперь это не важно. Я отказался от премии. Прошло 30 лет. Это были необыкновенные дикаврские вечера. Они отличались от всего, что было раньше. Да и время наступило иное. В начале этих вечеров, собственно, на первом, на вечере открытия, Ирина Александровна познакомила нас со шведским послом, господином Бернером. И он сказал нам, что в Стокгольме 10 декабря будет выдаваться Нобелевская медаль и диплом лауреата Нобелевской премии моего отца. И что мне надо ехать за ним. Нам за день были оформлены визы и паспорта. И я на один из первых вечеров привез сюда золотую медаль. И сестра-то торжественно вручила ее Ирине Асанне. Она сейчас находится в сейфе мостов. Как-то раз, когда шум за стеной, как прибои неослабен, А комнат недвижим, и улица газом жива, Раздается звонок, голоса приближаются, спрябен. О, куда мне бежать от шагов моего божества? Это были необыкновенные декабрьские вечера. Рихтеру удалось пригласить прекрасного пианиста Олега Майзенберга, Которого много лет не пускали на родину. Также до этих вечеров многие годы на публике не появлялась Лидия Чуковская. Она была почти слепа и очень боялась перешагнуть край эстрады. Я ее подвел к микрофону и стоял рядом с ней, держа ее пулей. Особенно запомнившийся вечер был вечер, когда Наташа Гутман, Олег Каган, Башмет и Эйшенбах приехали сюда после того, как они играли в дворце молодежи на Фрунзенской на прощание с умершим Андреем Дмитриевичем Сахаром. Они опоздали к началу вечера, вошли, зал был уже полон, и Наташа сказала, надо бы нас объявить. Я слышал, поднялся на эстраду, объявил вечер, причем когда сказал, при каких обстоятельствах этот вечер происходит, то зал встал, как один, ноги плакали. КОНЕЦ КОНЕЦ Во все времена декабрьские вечера славились неожиданностью и смелостью. Сюда приглашали тех, кого не приглашали больше никуда. Сюда привозили те картины, которые не давали больше ни в один музей страны. Да и такие темы выставок и концертов больше нигде были бы невозможны. И так существует до сих пор. Эти африканские скульптуры появились в Париже ровно сто лет назад. И тогда-то их увидел Пикассо. Говорят, они дали толчок для кубизма. Но так или иначе, искусство сто лет назад стало иным. Сам Пикассо говорил, что он завзятый похититель чужого добра. Все, что в других его восхищало и завораживало, он стремился сделать своим. Он любил имитировать. На основе искусства прошлого он создавал новый язык искусства настоящего. Язык, который построен на ассоциациях и метафорах. Так как поэты пишут стихи, а композиторы пишут музыку. И нам показалось, что именно та выставка 2004 года полнее всего отразила идею Рихтера о созвучии музыки и живописи. О созвучии искусства самого себя. О взаимопроникновении искусства. Выставка Пабло Пикассо называлась «Отражение метаморфозы». В некотором смысле, это название можно применить ко всем декабрьским вечерам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К началу декабрьских вечеров Вашмет еще не был ни известным, ни заслуженным, но он был очень талантлив и был членом дружины Рихтера. Это было счастье. Я считаю, что это могло оказаться совершенно в другом мире. А я оказался сразу в лучшем окружении, в лучшем музыкальном мире, и не только в музыкальном. И появилась значимость от момента, когда просыпаешься, до момента засыпания. Я совершенно естественно вошел и в мир в декабрьских вечерах. Хотя я был младше, чем мои замечательные коллеги, Олег Каган и Наташа Гутман, конечно. Как-то у нас тут же распределились роли. Все, что со скрипкой, маэстро исполнял. В основном с Олегом, с Виланчеллию, с Наташей, а с Альтом со мной. И даже мы все вместе. И не где-нибудь, а именно в декабрьских вечерах, все вместе одновременно выступали. Это были квартеты Моцарт. В 97-м году, когда Святослава Рихтера не стало, Высший Совет решил, Юрий Башмет должен принять эстафету учителя. Подхватить его фестиваль. И декабрьские вечера стали называть декабрьскими вечерами Святослава Рихтера. День декабрь, конечно, был посвящен декабрьским вечерам. Был посвящен Рихтеру декабрьским вечерам. Мы старались не принимать приглашения на концерты в декабре. Но все это всегда было жаль, что это все закончилось. И еще какой-то, как бы, ну, этап жизни. Опять-таки, Новый год усиливался тем, что вот еще одни декабрьские вечера прошли. В 2005 году 25-е декабрьские вечера назвали четверть века сотворчества. 25 лет совместной жизни музея и музыки. Жизни разных музыкантов, композиторов, художников. Тех, кто не мыслит себе декабря без белого зала Пушкинского музея. Тех, для кого декабрьские вечера не прошла страница в биографии, а огромная серьезная глава. Субтитры создавал DimaTorzok